Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня у нас, дорогие друзья, намечается весьма симпатичное видео, в котором я вам расскажу о лучших из лучших, самых ярких, самых скилловых, самых влиятельных девушках, которые играют на бас-гитаре. Это будет мое личное мнение, мой личный топ, это мое субъективное суждение. Сегодня будут басистки, о которых я либо раньше слушал, либо сейчас слушаю, которые, так скажем, проникли в мое сердце, в первую очередь, своим скиллом, своим творчеством, и которых я особенно выделяю. Это будет мой топ. Сегодня будут абсолютно разные басистки, абсолютно разное время будет, абсолютно разная музыка, разные жанры, они все не похожи, их сложно сравнивать между собой, я бы не стал. Все разноплановые, все особенные. Вот. Перед тем, как записывать это видео, я переслушал опять многие записи, многие группы, в которых они играют, опять освежил память, посмотрел, поснимал, записал. Сегодня мы еще и поиграем партии, как обычно, подборочка будет. В общем, welcome, дорогие друзья, присаживайтесь, берите либо бас, либо чай, начинаем. Было довольно сложно выбрать ту, с кого мы сегодня начнем, и я решил остановиться на Лауре Ли, группах Уашбин. Это трио из Юстона, играющее инструментальную музыку, объединяющее в себе большое количество жанров. Это и блюз, и фанк, и соул, и серф, и психодел, и электроника. В общем, довольно скилловая группа, довольно в определенных кругах известная. И еще хочется отметить, что это трио. И здесь Лауре Ли, она не только басистка, но еще и вокалистка. У нее есть вокальные партии бэковые. И, к тому же, само трио, это состав один из самых требовательных к скилу. Это довольно сложно играть в трио, здесь вся лажа слышна, здесь каждый участник должен быть довольно скилловым. И при том, что у нее здесь еще и вокальные партии, совмещаются с довольно выверенной ювелирной игрой. В общем, она довольно выдающаяся басистка, на мой взгляд, очень талантливая. Чувствует музыку, ее партия интересная, она отлично вживую играет, не лажает, играет ровно. При этом она яркая, ее всегда видно, она на себя, как сказать, всегда на себе заостряет внимание, выбирает яркие какие-то наряды. То есть, это настоящая изуминка этой группы. Если бы не она, наверное, бы не было такой классной группы, как Хуашбин. В общем, однозначно топ, однозначно в моем списке одна из лучших басисток. Одна из ярких и талантливых бас-гитаристок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаемся далее. А далее у нас Джиан Рангель, настоящий демон бас-гитары. Бразильская бас-гитаристка-блогер, занимающаяся активно соцсетями. Это, конечно, YouTube, TikTok снимает она. То есть, в таком современном понимании бас-гитарист плюс. Она занимается сессионной работой, записывает бас в разные там поп-коллективы. В общем, по скилу это одна из самых мощнейших бас-гитаристок, которая когда-либо слышала, она меня реально впечатлила. Ее игра реально надо меня удивить, а меня удивить сложно. То есть, я ее снимал очень основательно, ее риффы, как она играет, и понял, что это реально выдающийся человек. Супер скилловая. Она практически не играет особо соло. В основном вот аккомпанемент, такой фанк-сол-поп в формате. Но при этом она очень чувствует музыку, очень играет интересно. Ей не надо соло играть. У нее каждый аккомпанемент, каждая линия – это рассказ уже как соло. Его можно читать как книгу, понимаете? То есть, ей не нужно вот это все. Очень скилловая абсолютно бас-гитаристка. Просто топ. Очень классная. Я стараюсь за ней следить, то, что она снимает. И я рекомендую те, кто хочет научиться, например, играть грув, посмотреть ее, поснимать. Там очень много интересного, очень классные партии. Она, конечно, в основном работает в какой-то бразильской сцене с популярными артистами бразильскими. Снимает и пишет на них кавера, записывает и партии. Но это реально очень круто звучит. Играет она на бас-гитарах в основном Маркус Миллер, вот эта вот фирма. Я так понимаю, что она вообще индорсер. У нее там огромное количество разных цветов. Там фиолетовый, синий, зеленый, пятиструнный, шестиструнный, четырехструнный. В общем, в основном она играет на этих басах. Звучит потрясающе. В общем, Джана Рангель. Одна из топовых бас-гитаристов сейчас, которую я видел. Двигаемся дальше. А дальше у нас на очереди Телл Винкельфилд. Одна из самых знаменитых и известных бас-гитаристов в мире. Ее часто называют бас-гитаристкой Вундеркиндом, так как есть легенда, что она, например, выросла до профессионального мирового уровня. Все за три года. То есть, она взяла в руки бас с нуля и за три года стала мировой известностью. Есть такая легенда. Также она говорила о том, что первый альбом она записала за два дня. То есть, тоже такая красивая легенда. В общем, эта бас-гитаристка обычно во всех топах есть, во всех списках. Она известная. Она звезда, можно сказать. С ней играет много известных музыкантов. То есть, ей набрать какую-то команду не составит труда. Она довольно известна. Вот. У нее, насколько я знаю, два сольных альбома. Первый альбом в 2008 году вышел. Он очень сложный. Он фьюжновый альбом. Очень меня напомнил Скотта Хендерсон. Я его переслушал недавно. Такой альбом, знаете, молодого музыканта-бас-гитариста, который хочет всем заявить, что он скилловый, что он может играть фьюжн, может играть круто. Вот. Это такой первый альбом. Второй альбом у нее был, вышел в 2019 году, не так давно. Он был совершенно другим. Он больше стал роковым, больше стал поп-альбомом, хард-роковым, более понятным людям. И он большую славу сысхал. И мне он нравится больше. Альбом более зрелый. На этом альбоме она уже начинает петь. Партии становятся не такие сложные. То есть здесь у нее уже, она начала мыслить как, не как музыка ради музыки, а именно, чтобы рассказать какую-то историю, какая-то должна быть идея, какой-то рассказ, какая-то доступная людям музыка. В общем, второй альбом мне понравился больше. Она там уже играет на акустическом басу очень часто. Звук изменился совершенно. Стал более таким, более доступным. В общем, Тел Винкелфо тоже знаменитая, топовая, однозначно бас-гитаристка, которые тоже, если вы играете на басу, ну, хотя бы должны немножко знать. Эсперанзо Сполдинг. Скилловая девушка на поприще джаза, соло и латиноамериканской музыки. Это певица, бас-гитаристка и контрабасистка в одном лице. Насколько я знаю, она играет только на безладовых бас-гитарах, если это бас. Например, у нее есть безладовый джаз-бас, как у Pastorius, очень напоминающий самбёрстовый. У нее также есть акустический годин, несколько контрабасов. И это все, дорогие друзья, неспроста. Ее манера игры довольно близко к контрабасу. И поэтому она часто, часто в скобочках, всегда выбирает безладовые бас-гитары, потому что они способны передать настроение контрабаса в какой-то степени. И подчеркнуть манеру игры. Также у нее основные кумиры – это Рон Картер, известный контрабасист. Соответственно, также сильно на нее повлиял и Pastorius. Известная также звезда, однозначно, одна из самых известных в мире бас-гитаристов, одна из самых скилловых. У нее много альбомов, много музыки, очень разноплановая, играет с огромным количеством музыкантов. В общем, Esperanto Spaulding очень скилловый и однозначно заслуживает быть в топе. Далее у нас две роковые бас-гитаристки. Первая – Элизабет Рецки, группа Smashing Pumpkins. Одна из моих любимых групп, которая на меня повлияла, поэтому я никак не могу не включить Рецки в это видео, потому что все-таки много их слушал, особенно когда учился музыкалки, когда увлекался больше роком, слушал рок. Тогда, конечно, эта группа на меня однозначно произвела впечатление. До сих пор слушаю, даже когда готовился к этому видео, переслушивала классические альбомы 90-х годов. Первый состав как раз с Рецки, когда был, записывались. Пять альбомов она записала вместе с группой. И уже сейчас новый состав, у них последний альбом вышел в 2020 году. Тоже послушал отличные альбомы, получил удовольствие, как и тогда. В общем, Элизабет Рецки – очень яркая бас-гитаристка, которая отлично вписалась в группу в 90-е годы, когда очень много решало видео, много решали клипы, имидж-группы, MTV. Тогда были высокобюджетные клипы, голливудские эффекты. В общем, очень дорогие клипы были. Они очень сильно решали, и там Элизабет Рецки смотрелась прям запоминающейся всегда. И однозначно повлияла на стиль группы и культовая личность. Что касается игры, это классический такой поп-рок вариант. Это медиаторная техника, играла она часто медиатором. На нее сильно Джон Тейлор повлиял из Дюран-Дюрана, такой поп-рок представитель бас-гитарной тусовки. Также она использует фондера, любит фондера, играет и на пресижине, и на джаз-басе. Элизабет Рецки. Сейчас она уже к группе не имеет никакого отношения. Кимберли Дилл. Еще одна роковая представительница мира бас-гитары. Басистка плюс вокалистка группы Pixis. Известнейшей группы. Настоящая звезда, настоящая легенда. Очень влиятельная бас-гитаристка. Во всех топах, чартах всегда она есть. Без нее никуда. Сильно повлияло в целом на и рок-музыку, и на альтернативный рок-гранж. Как раз это 90-е было. Пик вот этой музыки. Ее даже журнал Rolling Stone включил в топ-50 величайших басистов мира. То есть это достижение не хухры-мухры, соглашитесь. Не каждый на такое способен. Я, кстати, не особый фанат группы Pixis и Гранжа. Но послушал и переслушал некоторые старые записи, альбомы, готовясь к видео. Здесь могу подчеркнуть, во-первых, это часто медиаторная техника. Это немножко небрежная игра, такая в стиле такого гранжа гаражного рока. То есть когда о качестве записи не так сильно напрягаются музыканты. То есть это часто проскальзывается. Какая-то неровность игра. Чуть-чуть раньше может сыграть, восьмую позже. То есть такая небольшая кривизна игры. Присутствует небрежность. Но в этом есть какая-то атмосфера, свой шарм. Наверняка на студии это все, конечно, можно поправить. Но тут такая стилистика. Это все звучит гармонично. Гармонично и в духе вот этого вот альтернативного гранж-рока. В общем, Кимбрли Дилл, группа Pixis, конечно же, культовая личность. Кимбрли Дилл, группа Кимбрли Дилл. Также могу отметить очень талантливый, выдающийся бас-гитаристку, на мой взгляд. Это Вэлери Фалкон. Насколько я знаю, она живет в Лос-Анджелесе. Но она, конечно, не такая звезда, как предыдущая представительница. Но я слежу за ее соцсетями. Даже снимаю какие-то партии. Мне нравится ее звук. Мне нравится ее манера игры. Как она играет соло. Причем она играет на пресижн-басе только. У нее вот один пресс основной. У нее классный звук. И она может и соло сыграть. Очень классно на прессе. И аккомпанемент. Очень чувствует музыку. Очень талантливый бас-гитарист. Вэлери Фалкон. Также Кинга Глик. Потрясающая бас-гитаристка. Которая набирает обороты. Очень активная, известная. Дарья Шор тоже потрясающе играет. Контрабас, бас-гитара. Тоже их выделяю. Очень талантливые молодые бас-гитаристки. Вот так вот. А сегодня на этом все, дорогие друзья. Это были, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, самые яркие, самые выдающиеся представительницы бас-гитарного мира. Все они разные. Все они самобытные. Все они уникальные. По-своему сравнивать их нельзя. В разное время они играли. В разных группах. В разных контекстах. И так далее, и так далее. Разный скилл. Абсолютно все разные. Абсолютно. Но всех объединяет, конечно же, талант. Тут не поспоришь. В общем, не буду затягивать. Не буду. Зачем это надо затягивать? В общем, не забывайте. Ритуалы традиционные. Подписочка на YouTube. Подписывайтесь. Комментарии обязательно. От четырех или от трех слов. Не помню. В общем, делитесь своими впечатлениями. Может, я кого-то забыл. Может, кого-то не знаю. Все, как бывает. Пишите в комментариях. Послушаем. Изучим. Все это интересно. В общем, подписывайтесь. Проходите на мой бусте. Я там оставлю, кстати, нотное приложение. Плюс оставлю ударные минуса. К этому видео можно под ударные, под мои ударные, как раз потренироваться. Вот эти рифы, которые сегодня были сыграны. Пожалуйста, тренируйтесь. Очень полезно. Очень полезно. Простые, ну, как сказать, простые. Не простые рифы, но которые нужно играть ровно, четко. В общем, но это, конечно же, полезно будет. Все, дорогие друзья. Не буду у вас больше отнимать время. Всем любовь, доброта. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok